Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Слава Богу, сегодня мы поговорим или продолжим говорить на тему «Говори по-новому и живи по-новому». Я знаю, что большинство из нас, мы все ожидаем изменений в своей жизни, хороших изменений. Кто ожидает изменений в своей жизни? Слава Богу. Значит, это слово для нас. Мы ожидаем изменений. И мы будем говорить, как эти изменения приходят или почему они не приходят в нашу жизнь. Знаете, наш Бог настолько для нас открыт, что Он для нас открывает все, чтобы мы могли просто увидеть, взять это и применить в своей жизни. Аминь. Иисус на кресте сказал, что совершилось. Совершилось. Он совершил свою часть. Он говорит, теперь время совершать вашу часть. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Иногда это просто, иногда это непросто. Но слово Божие нас всегда ободряет и говорит, что все возможно тому, кто верит. Аминь. Поэтому я молюсь, чтобы дух веры был на этом месте, чтобы дух веры был в твоей жизни, и чтобы ты говорил слова веры. Знаешь, этот мир, он наполнен неверием, да, этот мир наполнен страхом, ложей и так далее, и так далее. Но мир Божий, который, Писание говорит, который превыше всего вашего разумения, этого мира, мир Божий, он пришел в наше сердце для того, чтобы мы могли жить в мире веры. Аминь. В мире Божьем. Чтобы мы могли действительно быть его детьми. Не просто мы говорим, мы его дети. Нет. Те дети, которые похожи на него. Те дети, которые подражают ему. И те дети, которые прославляют его. Аминь. Радуют своего небесного Отца. Поэтому, если в нашей жизни есть такая цель, порадовать своего небесного Отца, то эта цель достойная. Аминь. Слава Богу. Итак, первое мы, я немножко вспомню, о чем мы говорили раньше, мы пойдем дальше. Итак, первое, это то, как мы смотрим на себя. Очень важно правильно смотреть на себя. Аминь. Потому что многие люди, они смотрят на себя очень как-то, может, кто-то скептически, кто-то недоволен, кто-то, наоборот, себя превозносит выше, чем нужно превозносить. Мы должны только Бога превозносить. Но, тем не менее, тем не менее, Писание нам говорит, что я славлю тебя, потому что я дивно устроен. То есть мы должны благодарить Бога за то, какие мы есть. Аллилуйя. Поверни своему соседу, скажи, слава Богу за то, какой ты есть. Аллилуйя. 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 Знаешь, мы должны быть счастливы теми, какими нас создал Господь. Аминь. Потому что Он говорит о тебе, что ты дивно устроен. Правда? Ты дивное устройство такое. Замечательное устройство, как тебя Бог устроил, как Он тебя создал. Это замечательно. Ты Божий шедевр. Ты должен в это верить. То есть ты так должен относиться к себе. Потому что говорится, что если ты себя не любишь, ты других любить не будешь. Если ты себя не уважаешь, ты других не будешь уважать. Поэтому Бог говорит тебе, что ты дивно устроен. И за это мы Его славим. Аминь. Мы довольны, говорим, слава тебе, Господь, что ты меня так дивно устроил. Аллилуйя. Дальше. То, что мы говорим о себе, то, как мы называем себя, это тоже очень важно. И мы вспоминали, говорили об именах, когда Бог менял имена. Почему? Потому что, знаете, когда мы обращаемся к человеку, мы как ему говорим? Как тебя что? Как тебя зовут? Как тебя называют? И сейчас мы просто какие-то имена, может быть, не совсем так думаем, как думали раньше в древние времена люди. Мы просто иногда ищем какие-то красивые, благозвучные имена. Говорят, ну как это имя звучит? Да, звучит. А что оно значит, мы порой не знаем. Но в то время имена имели очень-очень важное значение. Поэтому, знаете, Богу пришлось даже переименовать. Переименовать, да? То есть дать новое имя, по сути дела, Аврааму и Саре. И в эти имена Бог вложил самого себя, и Он вложил ту цель, которую они должны были исполнить. Аминь. Поэтому изменилось имя, изменилась жизнь, изменилось предназначение. То, что Бог определил для них, Он сказал, я хочу, чтобы вы себя так называли. Поэтому мы должны называть себя как? Мы дети Божьи, мы победители во Христе Иисусе. Аминь. Как вы себя называете? О, нет, я такой неудачник, мне всегда не везет, у меня не получается, у меня все так плохо. Но, к сожалению, многие так еще продолжают говорить. Знаешь, тебе надо поменять то, как ты себя называешь, то, каким ты себя видишь. Аминь. Ты дивно устроил, ты замечательная модель, которую создал Господь. Ты шедевр. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому, когда они поменяли свои имена, Бог, вернее, поменял им имена, в их жизни действительно произошли изменения. Аллилуйя. Что Сара, она стала, как называться, матерью царей народов. Вот какое замечательное имя. И каждый раз, когда ее звали, говорили, ты матерь царей народов. А Авраама стали называть как? Ты отец множества. Понимаете? То есть, с изменением имени, да, туда вкладывался Божий смысл. Аллилуйя. Ты не думал себе имя поменять, а? Как это может быть тебе как-то по-другому? Но я не в плане того, чтобы тебя там поменяли с Петей на Сашу там или как-то. В плане того, чтобы ты должен поменять, как ты говоришь о себе. Как ты называешь себя. Аминь. Слава Богу, что Бог говорит, что это нужно тебе это делать. Правда? Нам важно говорить правильно, так как Бог называет нас. Следующее, что бы хотелось напомнить, что слова, конечно же, имеют какую силу? Великую силу, огромную силу, да? Это сила, которая может нас созидать. Это сила, которая может нас благословлять. Но также мы сами себя можем разрушать. Также мы можем говорить слова, которые несут в нашу жизнь поражение. И написано, что смерть и жизнь. Во власти кого? Язык имеет власть, друзья. Власть – это значит правление, да? Власть. Власть. Вот она где твоя власть-то, а? Где твоя власть, ты думаешь? Вот она твоя власть. Ты управляешь своей жизнью. Ты направляешь свою жизнь. Как ты ее направляешь? По пути жизни или по пути смерти? По пути благословения, успеха, исцеления? Или по пути поражения, неудачи, болезни? Видите, как важно рулить правильно. Как правильно выбирать путь, по которому тебе двигаться. Аллилуйя. Поэтому Иоиль говорит, слабый, пусть скажет, я силен, бедный. Аллилуйя. Вы умные, молодцы. Слава Богу. Поэтому, если у вас чего-то нет, Бог говорит, говорите, что у вас это есть. Это есть во Христе Иисусе. Аминь. Потому что мы благословены всяким духовным благословением. Всяким. Всем. Аминь. Бог дает тебе все, что нужно для того, чтобы ты был действительно счастливым, полноценным, преуспевающим. Как и сказал Бог Авраму, что не только ты будешь благословением, но ты сам будешь благословением для многих. Аллилуйя. Так здорово быть благословением. Правда? Потому что, когда ты благословен, говорит, о, это благословение мое пришло. Не то, что горе мое пришло. Говорит, нет, это мое благословение. Поэтому, друзья, давайте будем, что быть? Благословением. Но ты можешь сказать, что нет, у меня еще того нету, этого нету. Но, знаешь, Писание говорит, что пока у тебя этого нету. Но у тебя это есть во Христе Иисусе. Поэтому называй несуществующее, как существующее. Это духовный закон. Аминь. Потому что из невидимого приходит видимое. Поэтому не отчаивайся, не опускай свои руки, но продолжай говорить, кто ты есть во Христе. Аллилуйя. Слава Богу. Потому что мы смотрим на библейские примеры для того, чтобы нам лучше понимать и себя, и понимать свою жизнь. И почему в нашей жизни что-то не получается. И я вспоминал историю, когда Бог вывел израильский народ откуда? Из рабства, да? Из жизни мучений, страданий. Потому что они так кричали к Богу, что Бог услышал. Кто-то там так кричит сильно. А это мой народ, надоело им там кирпичи делать. Надоело им в рабстве жить. Пора их выводить оттуда. То есть бывает, мы доходим до такой точки, говорим, все, старой жизни больше не хочу, хочу жить по-новому, мы ждем перемен. И вот они ждали перемен, Бог услышал, вывел их оттуда. Но что? Шли они себе, шли. Вот они подошли к обетованной земле. Бог посылает 12 заглядатаев. Они там все видят, все прекрасно, все хорошо. Но когда они возвращаются, вдруг 10 из 12 начинают жаловаться. Вдруг 10 из 12 начинают говорить, что мы не сможем туда войти, у нас ничего не получится, мы вечные неудачники, мы такие слабоверующие, мы не сможем ничего сделать. Вы знаете, действительно, как они говорили, так и получилось, да? Они не смогли войти в эту землю. Почему не смогли? Потому что сами говорили, что не смогут туда войти. Потому что сами говорили, что там земля страшная, там великаны. Друзья, нам нужно понимать, что мы говорим. Разве это была не воля Божья, чтобы они пришли в эту обетованную землю? Разве это было не обещание от Бога, что они туда войдут? Где течет молоко и мед, а какое обеспечение, друзья? Все бы там хотели. Но почему они туда не вошли? Потому что они стали говорить противоположное. Аминь. И то, что они говорили, то они и получили. И поэтому мы иногда говорим, Гох, почему в моей жизни нет этих благословений? Где это молоко? Где этот мед? Где это все обещанное тобою? Он говорит, все это будет, если ты будешь говорить то, что я тебе обещал, а не то, что ты сейчас видишь, то, что ты сейчас имеешь, или то, что у тебя не получается. Поэтому это была воля Божья для них войти в эти обетования. Народ. Была. Почему они не вошли? Потому что стали говорить не то, что нужно. Поэтому и в нашей жизни мы смотрим и говорим, Господи, а как я говорю? А что я говорю? А насколько мои слова действительно соответствуют воле Божьей? Ведь воля Божья, чтобы я был благословлен. Воля Божья. Воля Божья, чтобы моя семья была в благословении. Мои дети. Аминь. Воля Божья, конечно. Это обетованная земля. Это обетованная. Почему не все туда еще вошли? Потому что не так говорят. Потому что тут разозлился, тут обиделся, тут разочаровался. И в сердцах такого наговорил, такого навысказывал. И что? И то. И поэтому мы здесь, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться. Ну не просто учиться, а учиться говорить правильно. Думать правильно. Аминь. Жить правильно. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому, друзья, ты должен говорить, я помазан, я благословлен, я успешен, я креативен. Слово сейчас креативность очень популярно. Но это значит, я творческий человек. Аллилуйя. Тут столько творческих людей сидит. Вы знаете, вы просто не представляете, какое творчество у вас есть. Написано, что Бог приготовил то, что еще вам даже на ум не приходило. Насколько больше. Но ты должен поверить и говорить, да, я творческий человек. Я одарен Богом. Аминь. Во мне есть его величие. Бог творится. Я могу творить. Сколько мы можем натворить во славу Божию, друзья? Аллилуйя. Поэтому пророчествуй, пророчествуй, говори, высвобождая это. В притчах мы читали, что от плода уст человека наполняется чрево его. И произведением уст своих он насыщается. Порой какие произведения из наших уст выходят, да? Какие-то карикатуры, может быть, или какие-то страшные образы выходят. Давайте, чтобы действительно из наших уст выходило произведение. Чтобы мы насыщались не страхами, не вериями, разочарованиями. Чтобы мы насыщались, наполнялись верою, радостью, миром, любовью. Аминь. Аллилуйя. Вот это произведение. Вот это да. Вот это слава Богу. Поэтому мы зачастую сами себя что, запутываем, опутываем, как в притчах и написано, что ты опутал себя или запутал себя словами уст твоих, пойман словами уст. То есть мы сами себя ловим, да? Ну, почему у меня нет прорыва? Почему я не продвигаюсь? Почему я не расту? Почему я там не двигаюсь? Почему у меня что-то не происходит? Где оно? Почему я застрял где-то? Бог говорит, посмотри, чем ты себя запутал, чем ты себя опутал, как ты на себя говорил, что ты называл неправильно, что ты делал неправильно. Поэтому давайте распутаемся, друзья. Давайте будем жить в свободе, которую даровал нам Христос. Аминь. Давайте будем исполнять волю Божью. Слава Богу, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная. И помните, Бог сказал Иеремии, будущему пророку, что ты будущий пророк. Он говорит, да ну какой я пророк, что вы, Господи. Нет, ты пророк для народов. И часто Бог нам говорит что-то. Вот ты будешь вот это, ты будешь там петь, ты будешь проповедовать, ты будешь что-то делать. И знаете, когда мы слышим, вдруг мы начинаем перечить Бога и говорить, да нет, Господи, что ты, я не могу там петь, я не могу там делать то, я не могу вот это делать. И что ему сказал Господь, помните? знаете, пророк стал говорить, что я не умею говорить. Ну как он вообще мог такое сказать, когда он уже говорил? Представляешь, ты говоришь, я не могу говорить. Бог говорит, что ты врешь-то? Ты же сейчас только говорил. Говорит, я не могу говорить. Можешь говорить. Правда можешь? И он говорит тогда ему. И сказал Господь, не говори. Лучше вообще не говори, да, чем так говори. Слава богу, что он послушался, что он поверил, и он стал пророком. Видите, мы сами себе часто являемся самыми большими врагами и вредителями. Мы ищем врагов и вредителей везде, где можно найти. Но чаще всего мы для себя являемся вот такими врагами. Мы себя запутали, мы себя поймали, и потом говорим, что-то не получается, что-то не идет. Но вы видели связанного человека, который куда бы смог пойти, который мог бы куда-то поехать, и который мог что бы сделать. Конечно, он ничего не может сделать, он связанный. Поэтому Бог развязал нас, простил нас, освободил нас. Давайте мы будем созидать свою жизнь, строить ее. Аминь? Потому что Слово Божие, оно как камень. Мы строим дома из камней, из кирпичей. Это строительный материал, и получается дом. Поэтому мы словами можем строить дом, строить эту жизнь, которую Бог приготовил. Слава Богу! Слава Богу, скажи! Аллилуйя! Еще был один, один такой, мы вспоминали про Захарию, который был священником, и нес служение в храме. И вы помните, что у них много лет не было детей с женой, они хотели детей, и вдруг ангел приходит во время служения. Видите, кто еще не в служении, что же ко мне никто не приходил. Во время служения к нему ангел приходит. Говорит, слышь, Захария, что у вас будет сын. А Захария что говорит? А он говорит, а почем я узнаю это? Ибо я старая, жена моя в летах преклонных. Знаете, как, когда, когда, когда вот такое происходит, мне кажется, как Бог удивляется. Ну, ты же сам молился, ты же сам просил у меня, и тут я прихожу и говорю тебе, что у тебя будет, и тут ты начинаешь говорить, что не может быть этого. И вы знаете, да, что ему сказал ангел? Он сказал, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Представляете, каким вредителем мог оказаться Захария, что Бог сказал, ты будешь молчать. Вот где молчание действительно золото, да? И он молчал 9 месяцев. Не знаю, как это вообще, да? 9 месяцев, чтобы произошло чудо, и родился сын Иоанн Креститель, да? Поэтому у нас, может быть, тоже какое-то чудо не появилось еще, друзья. Слишком много говорим не то, что надо. Слишком много, поэтому Бог закрыл, говорит, может, тебе тоже напомниться? Господи, давай я замолчу на то время, пока это чудо не появится, да? Так вот, слава Богу, что Бог нашел выход, что с ним сделать. Аминь. Аллилуйя. Может, у вас что-то есть подобное? Нет, у нас таких нет людей, да? Нет у нас таких людей. У нас все люди молодцы. Слава Богу. И еще, еще, что делают наши слова, да? Они открывают путь для чуда, для чуда. И я приводил в пример историю, когда у женщины умер сын, да? И она пошла к пророку. И когда она пришла к пророку, пророк спросил, все ли здоровы в твоей семье? Помните? Здоров ли муж? Здоровы ли сын? Он говорит, да, здоровы. Но сын-то ее не был здоров. Вы понимаете, какая вера должна быть у нас, да? Что мы должны называть несуществующее, как существующее. Своими словами мы можем закрыть чудо Божье в своей жизни. Она не хотела, чтобы этого чуда не произошло, правда? Поэтому она что говорила? Она говорила слова веры. Она говорила, что он здоров, потому что она видела его здоровым. Она верила, что он будет здоровым. И это не помешало пророку тогда пойти, что помолиться и воскресить ее сына. Поэтому, друзья, мы должны не просто читать Библию, и говорить, Господь, а как же в моей жизни? Мне тоже нужно чудо в моей жизни. Я тоже ожидаю, чтобы мне произошло чудо. А Бог тогда говорит, а ты вспомни эти примеры, посмотри, что эти люди делали, чтобы чудо произошло. Что они говорили, чтобы это чудо произошло, да? Чудо – это то, что мы не можем сделать. Чудо нельзя купить ни за какие деньги, правда? Чудо – это то, что может сделать Бог. Но Бог это может сделать тогда, когда есть вера. Когда мы говорим слова веры. Когда мы живем по вере. И поэтому, друзья, Бог нам показывает великий пример. Книга Бытия – это книга, которая раскрывает нам секреты, как все появилось. Вы же помните, как все появилось? Помните? Как сейчас помню, да? Столько-то тысяч лет назад. Я помню, как это было. Бог это записал для нас, чтобы мы могли помнить, как творческая сила проявляется. Как созидающая сила проявляется. Аминь. В Исаии 55 Бог говорит, что мое слово, оно не возвращается тщетным. То есть то слово, которое Бог посылает, оно не возвращается тщетным. Оно совершает то, для чего Бог его посылает. Аминь. И в Бытие написано, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вы знаете, я специально, когда еще раз, еще раз перечитывал, я видел, как Бог написано, и сказал Бог, да соберется вода, тададада. И стал атак. И сказал Бог, и стал атак. Вы видите, в чем принцип, который Бог нам показывает? Что если мы что-то не говорим, этого не происходит. Разве Бог не обладал верой? Он обладал всей верой. Разве Бог не мог сделать по-другому? Он может сказать, нет, не мог. Потому что то, что делал Бог, Он говорит, я вам показываю пример. Потому что часто люди говорят, да, я верю. Почему ты тогда не говоришь это, если ты веришь? Мы почему-то так легко говорим слова неверия, слова страха, какие-то ругательства, какие-то обиды мы высказываем, да? Но почему бы нам не говорить слова веры, слова жизни, да? Слова победы, слова исцеления. Поэтому Бог говорит, да, вы мои дети, вы посмотрите за мной, понаблюдайте, как я созидал, как это появлялось, то, чего не было. Бог говорил, написано, и стало так. Нам нужно говорить, друзья, давайте не будем лениться, да? Потому что это требует дисциплины, правда? Или нет? Это требует дисциплины. Не так просто говорить хорошее. Мы легко говорим плохое, но трудно говорить хорошее. Поэтому если не можешь говорить, лучше помолчи, говорит Бог. Но лучше скажи хорошее. Слава Богу! Потому что Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию. В чем этот образ и подобие? Это когда мы говорим творческие слова. Мы говорим слова, которые высвобождают Божью силу, созидательную силу. Не та сила, которая разрушает, но та сила, которая созидает. Мы все знаем, написано в Иоанна 1.1. В начале было слово. В начале, друзья. В начале было слово. То есть, когда мы что-то хотим делать, мы должны не просто делать, мы должны сказать слово. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Оно было в начале у Бога. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Все. Все. Чего вы ожидаете, друзья? За что вы верите? О чем вы мечтаете? Вы должны говорить это слово. Аминь? Потому что написано, что все через Него начало быть. Через что? Через Слово. Через какое Слово? Через сказанное Слово. Аминь? Через сказанное Слово. Поэтому нам нужно говорить Слово, провозглашать Слово, пророчествовать Слово. Дальше я вам прочитаю. «Верой мы познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое». Может быть, кто-то этого не видит, но Бог говорит, «Я для тебя это приготовил». И если ты будешь говорить с верою, это произойдет. Так и написано, «И из невидимого произошло видимое». Аллилуйя! Кто говорит, «Я своего мужа еще не вижу, или жены. Где он невидимый? Ты провозглашай, и он появится». Аминь? Кто-то не видит, как он выйдет из своих долгов. Ты провозглашай свободу, и Бог выведет тебя. Аминь? Кто-то не видит своего, может быть, исцеления. Но ты провозглашай, и оно станет видимым. Понимаешь, это тот принцип, это тот закон, которым Бог сам пользуется. Ты что, лучше Бога, то умнее Его как-то. Мы не можем обойти эти законы, потому что Бог показал нам пример, как ты видишь, слышишь, говоришь. Так у тебя и будет. Аминь? Смотрите, мы все часто читаем Псалом 90. Да, все читают Псалом 90? Помните, да? «Живущий под кровом, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сетеловца, от гибельной язвы». Обратите внимание, друзья, кого Он избавляет вообще? Кого Он избавляет? Тот, кто говорит Господу. Тот говорит, «Меня, ну, конечно, тебя». Написано, «говорит Господу». Аминь? Не просто знает, не просто верит, но верит и что? И говорит. Верит и говорит. И когда Он верит и говорит, что? Он избавляет. Аллилуйя. Дайте Богу вас избавить, а? Дайте Богу помочь вам. Он хочет вам помочь. Он хочет вас защитить. Он хочет вас обеспечить. Но вы говорите Ему об этом с верою. И Он это сделает для вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому, друзья, какая у вас есть мечта? Какая у вас есть мечта о семье, о жизни, о служении, о работе? У вас есть мечта? Говорите эту мечту. Аминь. Провозглашайте эту мечту. Смотрите, у женщины, которая болела 12 лет кровотечением, да, у нее какая была мечта? Чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться. Написано, что она получила великий урок, потому что до этого она пробовала купить исцеление. Она ходила к врачам, и она потратила все свои деньги. Ну, иногда такое бывает, что к нам приходит откровение, когда уже не на что полагаться. Некому обращаться. Все, кошельку обращалась, там все закончилось, все продала, и тут она услышала, что Иисус исцеляет. И что она тогда стала делать? Она поверила этому? Поверила. Но она не только поверила. Она пошла еще. Аминь. И что еще она делала? Она говорила. Она говорила. Потом она прикоснулась. Что она говорила, друзья? Вы знаете, в новом переводе написано «Потому что все время говорила себе. Если бы мне хоть одежды его коснуться, я исцелюсь». Все время говорила. Да? Что она все время говорила? Что я прикоснусь, и я исцелюсь. Знаете, когда мы что-то говорим постоянно с верой, это обязательно произойдет. Обязательно произойдет. Она шла, и она говорила. Она говорила. И что произошло? Точно то, что она говорила, так и получилось. Аминь. Она видела, она представляла себе, она верила, и она говорила. Вы знаете, и когда она говорила, это ее провело. Там была толпа, вы помните, да, преграда. Но когда ты говоришь слова веры, это приготавливает путь. И ты сможешь пройти любую преграду и любое препятствие. Самое большое препятствие, оно в нас. Оно не внешнее препятствие, оно в нас. В ней тоже, может быть, были страхи, были отчаяния. Да, она все потратила. Но когда она получила это семя веры, она стала его поливать. Она стала за ним ухаживать. Она стала верить. Она стала говорить. И это семя веры стало расти в ней. Расти, расти. И она пошла. Она пошла, и она говорила, потому что она видела результат. Она могла бы сказать, ой, я не дойду до Иисуса. О, там много народа, я не смогу протиснуться. О, а вдруг кто-то узнает, что я с кровотечением, мне вообще нельзя выходить из дома, и меня пойдут камнями, побьют камнями. Она могла говорить совершенно другие вещи. Но это бы остановило ее. И так бы она никогда не могла получить свое исцеление. Но она не говорила страх, она не говорила неверие, она не говорила сомнения, она говорила слова веры. Если только прикоснусь, я исцелюсь. Если только коснусь Иисуса, я исцелюсь. Она шла с этим видением, она шла с этим ответом, она шла, и она говорила. И так, как она говорила, так и произошло. Аллилуйя. Куда направляют тебя твои слова? К исцелению, к здоровью, благословению. Что говорил Давид? Он говорил слова победы. Поэтому Бог нам говорит, что многим надо заново пережить Бога. Надо заново встретиться. Субтитры создавал DimaTorzok